я приветствую тебя мой юный друг на моем канале а звука технической графики и в этом видео мы решим вот такую несложную задачку из раздела начертательной геометрии по методам проецирования и пюром простейший геометрических образов таких как линии мы попробуем разобраться какие же линии в пространстве являются перпендикулярными а какие нет и начнем мы с первого случая давайте перед этим я повторю вам что есть такие два замечательных свойства что если две стороны угла параллельны какой-то плоскости проекции то они проецируются на нее без искажения и есть еще одно свойство когда прямой угол проецируется в натуральную величину если хотя бы одна его сторона параллельно какой-то плоскости проекции а другая не перпендикулярной и вот исходя из этих свойств давайте посмотрим на первый случай что у нас здесь видно что линия f1 является фронталью то есть она у нас параллельно плоскости и 2 видите то есть она вот если здесь нарисовать ось x то есть она будет параллельно фронтальной плоскости проекции соответственно получается в первом случае у нас нарисованы перпендикулярные линии правильно потому что одна сторона этого угла параллельно плоскости проекции значит на другой стороне этот угол будет проецироваться в натуральную величину идем далее второй случай здесь ни одна сторона угла не параллельно никакой плоскости проекции и второе по второму свойству мы не видим что какая-либо сторона или сам угол он тоже его обе стороны тоже не параллельны никакой плоскости проявить проекции соответственно если на проекциях мы видим прямой угол это нам ни о чем не говорит это значит что вполне вероятно посмотрите давайте даже я вам покажу вот так например вот он какой-то тупой угол тут даже все 120 градусов есть и если я его вот так разверну что вы сейчас видите на экране вам кажется что здесь угол 90 градусов хотя и вот здесь нету поэтому это все обманчиво по нашим двум свойствам этот случай не удовлетворяет ни одному значит здесь у нас получается линии не перпендикулярны так третий случай смотрите здесь тоже очень интересно опять же мы привыкли постоянно разбирать случаи с горизонтальной плоскостью проекции из фронтальной плоскостью проекции здесь же у нас задан случай с профильной проекции горизонтальной нету как нам быть ребят я вам дам одну маленькую подсказку чтобы вам ск так сказать было более или менее понятно при разборе вот таких вот задач да вы просто возьмите для себя и поверните например лист бумаги на 90 градусов но неважно получается теперь фронтальная плоскость проекции у нас находится внизу а профильная наверху как бы всю ситуацию мы развернули на 90 градусов но это только для себя чтобы вам так сказать было все понятно и что мы теперь видим опять это задание удовлетворяет второму свойству у нас одна сторона вот это вот она у нас получается параллельно параллельно профильной плоскости проекций а если она удовлетворяет этому условию значит этот угол является прямым то есть он равен 90 градусов пишем в первую колонну идем далее теперь задание номер 4 ну здесь в принципе точно так же как и здесь как и здесь опять же у нас получается что линия х2 она параллельно плоскости и один то есть параллельно горизонтальной плоскости проекции ну и соответственно она удовлетворяет второму условию и значит здесь у нас тоже получается прямой угол в пространстве так случай номер пять у нас здесь опять же получается что линия b2 она перпендикулярно она вот так стоит ровно впивается как бы в стол вот мой карандаш если вы поставить ровно вверх смотрящим получается она превращается у нас в точку а линия х2 она параллельно горизонтальной плоскости проекции соответственно тоже удовлетворяет условно здесь даже я бы так сказал здесь даже легко все это представить в принципе вот мы сверху все это видим вот так это все и получается ничего сложного здесь нету если мы смотрим отсюда во то мы точно также видим здесь вот такой вот прямой угол поэтому в случае номер пять однозначно относится к перпендикулярным линиям давайте посмотрим теперь на случай номер шесть посмотреть у нас так получается что линия х она параллельно оси x пусть вот мой карандаш будет эта линия х она параллельно и горизонтальной плоскости проекции параллельно и фронтальной плоскости проекции а линия b получается она у нас идет где-то вот так ну пусть любой какой-то угол 45 градусов чтобы вам так сказать было понятно если мы смотрим на вид сверху она вот так приближается ко мне получается а если мы смотрим вот отсюда то мы видим что эта проекция идет вверх соответственно здесь угол точно также проецируется остается без искажения то есть да в данном случае шестой случае можно точно также отнести к перпендикулярным линиям а в целом ребята на этом сегодня у меня все если вам понравилась эта простая задачка этот разбор обязательно лайкайте это видео чтоб другие ребята могли тоже ознакомиться и разобраться с перпендикулярностью линий в начертательной геометрии для новых ребят обязательно подписывайтесь на канал и дергайте дзинь 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 за колокольчик чтобы не пропускать новых свежих выпусков на эту или на другие темы всем пока пока до следующего выпуска